Утро в Сочи началось с флешмоба навстречу чемпионату 2021. Решение о проведении очередного чемпионата мира в нашем городе было принято на генассамблее, которая объединяет 100 стран. За олимпийскую столицу проголосовали единогласно. Когда люди увидели наш презентационный ролик с красотами города, с его гостеприимством, с великолепно развитой инфраструктурой, с такими спортивными объектами, с безокоризненными чистыми набережными, скверами, парками, решение было однозначным. Чемпионату мира быть в Сочи. И в 2021 году, я надеюсь, что совместными усилиями, благодаря поддержке Анатолия Николаевича Пахомова и администрации, и краевой в том числе, мы справимся и примем более 50 стран. Девиз российских стрелков – скорость, мощность и точность. Исходя из этого, сочинские школьники решили придумать свой логотип чемпионата мира. Сегодня свои работы ребята презентовали в Музее спортивной славы, главе города и президенту Федерации практической стрельбы. У моего талисмана лицо лисы, потому что я считаю, что лисы, они проворны, хитры, они сразу находят свою цель. В общем, это те качества, которые должен иметь стрелок. Мы будем проводить игры в Сочи. И здесь есть зубры, и поэтому это, как сказать, животное Кавказского края. Зубры очень спокойные, они не нападают первые. Поэтому я решила выбрать зубры, потому что у него есть выдержка. Орла я символизирую с меткостью. Ведь они так же, как и лисы, быстрые, но они так же логично мыслят. Если вдруг в Сочи откроется секция по пылевой стрельбе, я запишусь на нее, потому что я очень люблю пылевую стрельбу. Со своим желанием Наташа уже попала в цель. В Сочи будут открываться секции, тиры и мобильные установки, заявил сегодня глава Сочи. Каждое событие оставляет наследие. Наследие в виде спортивных сооружений, наследие в виде активности и мотивации нашей молодежи к занятию спортом. И мы видим, что нам дала Олимпиада, мы видим, что нам дал чемпионат мира по футболу. Я уверен в том, что стрельба практическая, она действительно нужна буквально каждому молодому человеку, каждому юноше, девушке. Презентация чемпионата мира по экшн-эйр продолжилась в парке Ривьера. Здесь герой России, основатель отряда спецназначения «Витязь» высадил памятную магнолию. Сергей Лысюк и братство Краповых-Беретов популяризируют в стране практическую стрельбу. Эта дисциплина направлена не только на развитие здорового образа жизни, но и на военно-патриотическое воспитание молодежи. Когда мы проходили мимо, я увидел дерево, которое посладил Ворошилов. До военного периода было очень широко развито движение «Ворошиловский стрелок». И это символично, потому что уже с прошлого года мы возрождаем аналогичные движения. Посадив это дерево, мы принимаем эстафету от наших предков, защитников нашей Родины. И будем надеяться, что она будет символизировать того, что мы также готовы защищать Родину, как наши предки. Здесь же можно было познакомиться с членами сборной России по практической стрельбе, которые громко заявили о себе на чемпионате мира в прошлом году в Гонконге. Молодые спортсмены продемонстрировали не только свое мастерство, но и принципы безопасного обращения с оружием. Практическая стрельба мне нравится своей яркостью, динамичностью. Лучит справляться в стрессовых ситуациях своими эмоциями. Этот спорт был уникален и остается уникален до сих пор, потому что он связан с оружием, но у нас все совершенно безопасно. Не напрягаться, сконцентрироваться, не целиться туда, куда не планируешь попасть. Цель одна – мишень стрелять быстро и точно. Если кто-то из сочинцев уже сегодня начнет заниматься практической стрельбой с пневматического пистолета, то через два года может попасть на чемпионат мира, который, напомню, пройдет в апреле 2021 года в Сочи. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.